Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы попытаемся сделать своеобразную прививку от негатива, прививку от весеннего обострения. И вживую пообщаемся с очень интересным человеком, кто хотя бы раз соприкасался каким-то боком со спортивным туризмом, эту фамилию знает. У нас сегодня в гостях Владимир Иванович Сорокин. Владимир Иванович, добрый день! Здравствуйте! Я для затравки нашего разговора первый вопрос задам такой провокационный. А вот вы знаете, фанаты рыбной ловли, чтобы уйти из дома на свое любимое дело, придумали красивую отмазку, мол, время, проведенное на рыбалке, в зачет жизни не идет. Ну и как ни странно, жены ведутся на эту удочку, их отпускают. А у меня вопрос вот такой. Скоро у нас разольются реки, и наверняка будут проводиться соревнования по технике водного туризма. Вот в чем смысл? Вы мокнете в холодной реке, зачастую рискуете жизнью, а вас туда тянет. В чем романтика? Ну, сначала давайте ответим по рыбакам. Если у них зачет один к нам не идет времени, то в походе один к трем времени не идет зачет. А по поводу холодной воды, вот этой романтики, ну, знаешь, Иван, как можно тебе объяснить? То же самое, зачем люди поднимаются в горы, зачем идут к Северному полюсу, зачем открывали новые земли. То есть это трудно сказать, это, знаешь, это... Вот я попал в туризм совершенно случайно. Совершенно случайно. А просто, значит, комсомольцы меня в свое время записали в туристы. План надо было выполнять. Будешь туристом? Зимой меня записали. Это мне знакомо. Да, 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 да. И мне записали, я забыл про это, я не вспомнил, что меня зимой какие-то туристы записали. И вот как-то с другом пришел выходной, а делать абсолютно нечего. Вот мы сидим и думаем, что мы там заняться. Вдруг нас вызывают, мы работаем в режимном цехе, меня вызывает какой-то там пацан молодой. Я выхожу, вот вы записаны в туристы, сегодня пойдете в поход. Ну, опа, вот тебе и приключение. Вот мы тоже самое с другом приехали на Мокшу, куча байдарок тогда только-только открылась секция туризма на первом заводе, где мы с тобой работали. Значит, специалисты, туристы, они, значит, собирают байдарку, садятся, уходят, собирают байдарку, садятся, уходят. А я там помог, здесь помог. Все ушли, и осталась одна байдарка не собрана, и мы с другом. Вот все ушли, и нас забыли. И неопытные еще. Да мы вообще первый раз приехали, он и я. Вообще, да мы байдарку-то не видали. Вот тут на берегу, так как мы были с царями, что-то там помогали трубки вставлять. А это мы стоим, не знаем, что делать. Автобусы не ходили, семенько в город. Я говорю, что, пошли домой пешком, в субботе доберемся там. И вот один там посчитал, что одной байдарки не хватило. Вернулся один из руководителей этого похода, собрал нам байдарку, Саша Луканин. Вот мы в нее сели 47 лет назад, и теперь я до сих пор за этой байдаркой не вылазил. А вот действительно, ведь мы знакомы без малого 50 лет. Вот это да, хорошо сказать, 50 лет. Нет, а вот мне все-таки еще интересно поподробнее рассказать бы. Ведь вот ваши приключения, ваши походы, ваши соревнования зачастую проводятся за ваш же счет. Это верно? Конечно, да. А удовольствие, наверное, не из дешевых. Вот сколько, цена какая вот этих байдарок. Ну, сейчас, значит, вот смотри, когда я начинал заниматься туризмом, тогда очень дорогая байдарка, она только новая появилась, а байдарка Таймень, она только-только появилась. Мы ходили на салютах, такие простые байдарки, полудеревянные, появился Таймень, цена у него была по тем временам где-то 5 тысяч. Это бешеные деньги. Но это уже там в конце 80-х, по-моему, появилось. Сейчас эта байдарка стоит уже где-то в районе 100. Вот, вот и смотри. И транспортные расходы тоже за ваш счет. Все за наш счет. А вот, кстати, по твоим сведениям, когда нашими горожанами был совершен первый водный поход? Ну, я могу сказать точно, это 1954 год, 1954 год. Маслов, к сожалению, сейчас он уже не живет, потому что это 1954 год, сам понимаешь. Человек, вот, сколько не живет. Я с ним общался, случайно с ним общался. У меня байдарка как раз вот подарил, такую байдарку, на которую не ходили. Это еще до салютовская байдарка, это еще до меня даже, я еще не ходил. Они ходили в Западную Украину. Я сейчас не помню, или Южный Бук, или там Тисовая какая-то река была. Ну, тоже интересный маршрут, они проходили дикие места, и даже в одном месте их обстрелили бандеровцы. Еще в те времена? В те времена, 1954 год. То есть, они там спугнули, наверное, бандеровцев, они не по ним стреляли, а просто по верхней палатке, чтобы они собрались и покинули их территорию. А в черте города, когда прошли первые соревнования? Вот я пришел работать в Комсомол в 80-х годах. Уже соревнования по технике того же водного туризма уже проводились. Кто-то их организовывал еще задолго до меня. Вот какие-то годы хотя бы примерно? Ну, сначала были соревнования, даже их не соревнования можно назвать, мы их назвали ралли. Значит, садитесь в байдарку, шпаришь по реке, по Саровке как раз вот по нашей. Потом надо было выходить на берег, какие-то еще там делать задания, там палатку поставить, раненую перенести. А вот в этом, вот эти соревнования, техника водного туризма, это я могу сейчас сказать примерно точно, 78-й, по-моему, год, нет, 78-й, мы считаем, что 78-й, пришло положение областные соревнования по технике водного туризма. Дуся Мокина, это великий турист, которая здесь основала нашу федерацию, одна из основателей нашей федерации, она мне сказала, тогда был я еще молодой, он говорит, Володь, вот пришло положение, никто из водников не знает, что это такое. Вы, поедете на эти соревнования, все вам оплатят, на Линду, в Нижний. Мы приехали на это соревнование, на Линду, и вот там впервые мы увидали, что такое соревнование по технике водного туризма. Это ворота в русле реки, очень узкие, и надо попасть на байдарки, вот в эти ворота. Мы приехали с Тайминем, это как баржа, а там уже нижегородцы уже на самодельных байдарках гоняли. И когда мы приехали сюда в город, после этих соревнований, работали на первом заводе, комсомол маленько помог, но мы еще тоже свои деньги тратили, мы сделали эти же ворота, сделали те номера для ворот, взяли наши байдарки из нашей секции, и вот в 78-м году мы провели первые соревнования. Многие туристы, мои ровесники, кто моложе, говорят, что это были 60-е годы какие-то, но я прислал всех водников, а я их всех знаю, кто старше меня на 20-30 лет, никто такие соревнования не проводил. То есть конец 70-х? Да, конец 70-х, мы считаем, что техника водного туризма, в том виде, как она сейчас существует, она образовалась в конце 70-х годов. В 80-м году мы уже провели свои соревнования городские, первые. Ну вот, кроме водников, существуют и другие разновидности спортивного туризма, и я не удержусь от еще одного провокационного вопроса. Из всех видов спорта я слабо понимаю альпинизм. Зачем? Все вершины уже давным-давно открыты. Как пел Высоцкий, я спросил, зачем идете в гору вы? А вершина открыта. Риск есть для жизни? Конечно, есть. И вот, что туда тянет других туристов? Зачем? В чем смысл этих восхождений? Или смысл того, чтобы бродить по тундре? Были такие в твоей жизни приключения? Нет, давай еще раз. Альпинисты и туристы. Ты хочешь сказать, чем отличаемся мы? Да, да, да. Ну, давайте расскажем, чем отличаются туристы от альпинистов. Ну, для туристов альпинисты – это пижоны. Ну, это вот так вот в нашей среде. Значит, альпинисты на вертолете забрасывают к вершине. К подножию? К подножию, естественно, да. Ну, даже не подножию, а даже повыше. Если возьмем, там, допустим, 7 тысячи, кто его где-нибудь на 5 тысяч, ой, опять вертолет не поднимется, но на 4 тысячи его вертолет забросит его. Там следующие, там, пару тысяч километров вверх, ой, метров, ему там помогают шерпы, там, на яках или еще там какие-нибудь, если там есть животные. Грусть несут. Грусть все несут ему. И уже, значит, альпинисты делают лагерь, из которого они уже стартуют на вершину. Уже на всем готовом. Им все привезли, все обстроили. Они берут с собой, значит, свое железо, карабины, крючья и веревки. На вершину поднялись, спустились, все, мы молодцы. А турист, он как рабочая лошадка. Вот все, что альпинисту привезли, он все тащит на себе. С единственной разницей, что турист не берет вершины. Он ходит по перевалам, но проходит сотни километров. Вот чем отличается альпинист от туриста. И вот пока он несет эту тяжесть на себя, у него есть время полюбоваться на красоты? Или как вьючное животное идет вперед? Ну, здесь тоже давай еще раз вернемся к юмору туристов. Вот, если ты умеешь правильно собрать рюкзак, правильно собрать рюкзак, то у тебя спина прямая. Ты идешь и смотришь свои красоты. А если ты новичок и ничего не умеешь делать, ты собрал рюкзак кое-как. Есть шутка такая, что ты в горах видал? Шнурки-откет. То есть ты нагнулся, и у тебя кроме шнурков ты ничего не видел. Потому что у тебя неправильно собранный рюкзак, ты согнулся и тащишь, тащишь свою вот эту ношу непосильную, пока, значит, не выучишь все свои шнурки. Поэтому, если правильно собранный рюкзак, если у тебя хорошая физическая подготовка, ну, горы-то есть горы. Я вот водник, но мы тоже сплавляемся с гор, начинаем сплавляться с гор. Ну, мне тоже нравятся горы. Хотя вот и пешеходников я до сих пор не понимаю. Хотя тоже ходил и в пешие походы. Ну, каждому как-то свое. У тебя богатейший опыт. И наверняка твои друзья и коллеги тоже могут что-то вспомнить. Вот сейчас, в очередной раз, вы объявили конкурс фотографий под названием «Люди идут по свету». Расскажи, как он родился, чему он посвящен, вот этот конкурс. Давай тогда вернемся к правилам по туризму. Значит, у нас туризм – это заочный вид спорта. То есть мы проходим маршрут. Давай вернемся к моему любимому водному туризму. Значит, я должен сфотографировать порог, сфотографировать прохождение порога, прийти домой, вернуться, написать отчет, как я подошел к этому порогу, как я поставил страховку, как я прошел порог, показать эти фотографии. И наши судьи, а у нас называется маршрутоколевционная комиссия, люди тоже очень опытные. Они или знают, эти пороги тоже на них были, или они просто даже фотографии смотрят, насколько это порог опасен, насколько он был трудный. И вот они, значит, глядя на эти мои отчеты, они говорят, что Сорокин этот маршрут прошел. Если я там захожу что-то, там, показать какие-нибудь другие фотографии, там, без других походов, то они скажут, извини, ты нам здесь какую-то тыфту несешь. Поэтому здесь очень строго. И поэтому, значит, турист, он должен еще хорошо сфотографировать. Это тоже, как говорится, еще и сейчас фильмы сейчас снимают, сейчас многие снимают фильмы. Поэтому вот... И вот эта идея, чтобы наши туристы умели снимать правильно свои препятствия, перевалы, пороги. Вот мы устроили такой конкурс. У нас был такой, значит, тоже, к сожалению, один из моих лучших друзей, Саша Козлов. Вот он, значит, все время ходил с аппаратами. Вот он идет, он весь обвешан этими лейками. Вот мне было еще бы жаль, чем всех остальных. Чем отличается фотограф? Вот он бежит с рюкзаком в 3D-группы, снимает рюкзак, всех снимает, чтобы они прошли мимо, потом отделает рюкзак и опять догоняет группу. И вот так вот он чел ночит, ты проходишь один маршрут за день, а он их три проходит со своим аппаратом. И вот мы с ним решили сделать эту конкурс, чтобы наши туристы умели фотографировать, умели снимать хорошие виды, хорошие фотографии, хорошие фильмы. И вот даже я тоже хотел быть членом жюри, но мы набрали там профессиональных фотографов. Я понял, что я ничего не соображаю, и я просто слабился организатором. Пусть ценители будут другими. Ценители будут другие, да. И вот, значит, с 2009 года, по нынешний год, у нас просто хорошие фотографии. Я несколько фотографий отправил нижегородскую газету «Нижегородский спорт», и они сказали, что все эти фотографии, которые мы прислали, они опубликуют в своей газете. У них там конкурсы уже объявили, спортивные мгновения. То есть у нас уровень сейчас вот наших фотографий очень высок. И, кстати, вот этот конкурс «Люди идут по свету» вы посвятили памяти Александра Козлова. Да, он, к сожалению, погиб где-то уже в 2010 году, сейчас не могу вспомнить. Естественно, там, как он был одним из организаторов, тоже его идея была, мы решили посвятить конкурсу Саше Козлову. И вот я хочу, кстати, предложить вашему каналу, у нас богатейший материал, видеоматериал, мы можем приходить с участниками походов, очень интересно будет послушать, показать эти фильмы, их фильмы. Прекрасная идея. Да, да. У меня даже будет, мы можем начать с фильма, буквально недавно пересматривал, тоже поход 1959 года, поленья, река Лена, на байдарках. Шикарный материал. Естественно, старая пленка, сам понимаешь, снимали там пленки. Ну, в цифрах переводить, да. Ну, она в цифрах переведена, но само качество пленки, ну, что-то можно увидеть, там, рассказы самих участников. Тоже очень-очень интересный материал. Идея замечательная, и она чем-то мне напомнила прежнюю советскую передачу «Клуб кинопутешествий». Да, да, да. Она чуть ли не, по-моему, зашла в книгу рекордов Киннеса по продолжительности Зуэта в эфире, прохождения в эфире. Я думаю, что для вашего канала бы тоже это интересно. А вот вернемся к конкурсу. Когда последний день приема фотографий и куда их приносить, если кто-то заинтересуется? Ну, если заинтересуется, я даже не знаю, можно дать ему телефон, или как, я не знаю, там… Да можно прямо в эфире назвать. Или в эфире назвать телефон. Ну, самый простой телефон – 31553. Еще раз. 31553. Звоните, я вам скажу, куда писать фотографии. Мы раньше просили проносить бумажные в виде фотографии, но сейчас народ ленится, поэтому мы сейчас даем электронную почту, и нам присылают на электронную почту фотографии. А уже лучшие фотографии мы распечатываем и проводим нашу фотоконку. Следующий вопрос тоже вытекает из предыдущих. А в нашем городе Федерация спортивного туризма существует? А если да, то где она базируется? Ну, вообще существование даже обидное. То есть это наша федерация – одна из самых сильнейших в области. Да даже сейчас самая сильнейшая. Раньше мы как-то еще с Нижним бодрались. Ну, сам понимаешь, в Нижнем 2 миллиона, а в Сарове там 100 тысяч. То на сегодняшний день наша федерация считается одной из самых сильнейших в области. Значит, тот факт, что у нас 5 мастеров спорта СССР. По спортивному туризму. По спортивному туризму, естественно, да. Я другие виды спорта, я не трогаю. То в Нижнем, я даже не знаю, сколько там было. Ну, может быть, столько, а может быть, чуть побольше. Не знаю. Ну, сам факт, что у нас 5 мастеров спорта СССР были. Такие выдающиеся люди, как Дусю Мокинова, Юра Крылов, Боря Лаженцев, Гена Старцев. Это просто, знаешь... Кстати, попасть в поход, в группу к Борю Лаженцеву и Гене Старцеву – это как поступить в МГИМО, наверное. Вот я попадал в эти группы, сначала надо было сходить с средним звеном руководителей, потом тебе дадут рекомендации, они еще долго будут смотреть, брать тебе походы или не брать тебе походы. Сейчас упрашиваем, даем объявление, лишь кто-нибудь пошел в походы, а раньше попасть в поход, надо еще постараться, чтобы тебя взяли в этот поход. Да, уж требования. Но меня вот что заинтересовало. Из рассказа я понял, что вот это увлечение нашло тебя совершенно случайно. Не ты его искал, а оно тебя нашло. И с тех пор ты заболел именно спортивным туризмом. Сколько лет уже прошло? 50, наверное? 47, естественно. 47 лет. Да, в этом году 47-й сезон. И я помню, вот буквально года три назад ты встречал своих иногородних друзей, где-то в районе Чемниково. Была уже поздняя осень. И вы отправлялись в какой-то поход вместе с ними, с друзьями. Вот. Опять-таки мне показалось это действительно какой-то фанатичной привязанностью к любимому делу. Потому что далеко был не июнь и даже не май. А это, по-моему, даже снежок уже шел. Вот что все-таки магнитит? Вот друзья, общение, песня у костра, что? Не знаю. Ну, значит, эти походы мы проводим 7 ноября. Это уже, по-моему, 4 или 5 сезон мы проводим эти походы. Но история такая, краткая история вот этих походов. Как-то за столом или в походе, я не помню, в очередном. Я рассказал обойку, что мы как-то тоже собрались в этот поход. Это были какие-то, может быть, 80-е годы прошлого века. Просто сплавитель помогший. У меня был ПСН, это плод спасательный дуной. С крышей, значит, на дуной. Мы там, значит, куча спальников. Мы под этой крышей, ну, за день в день сплавились. У меня сын услышал эту байку. И он сказал, а что это мы прекратили? Давай-ка, отец. И вот, значит, под эгидой моего сына, значит, мы сейчас вот уже 5 лет уже ходим в эти походы, 7 ноября. Но мой друг, который, кстати, меня притащил в этот урин, когда я начал рассказывать, он стоял, вызвал нас, Володя Кириллин. Он услышал про это, а я тоже хочу. Вот из Москвы он привозит своих друзей. И у нас тоже группа, получается такая, московская, саровская группа. То есть там его люди, значит, тоже вытрящили глаза. Ну, сам понимаешь, Москва, когда там природу-то никогда не видит. Это они все, они тоже заболели полностью. Они только мне звонят, когда следующий поход, не дай бог, что ты нас забудешь пригласить на 7 ноября. Но они сейчас со мной уже и 1 мая ходят. У нас открытие сезона, у нас начинается 1 мая. Вот мы сейчас уже собираем группу, формируем на 1 мая. Мы уже выбрали речку. Ну, уже, можно сказать, половина группы уже есть желающие. Ну, еще осталось. Если не секрет, какой маршрут? Здесь, знаешь, Иван, это тоже, как мне сказать, тоже маленькая с юмором, как обычно бывает. Первое прохождение реки Линда. Это вот рядом, да. Я на него езжу на соревнованиях с 78-го года, но это соревнования, а по ней наши городские никто не ходил. А вы для души, да? Да, естественно, да. Без всяких соревнований. Безмот, просто пройти маршрут, допустим, у нас 4 дня выходных на 1 мая, вот на 4 дня мы уходим на эту Линду. Я просто опросил всех своих сверстников, кто был на Линде, все были на соревнованиях. А на основаниях это, значит, дистанция 400 метров. А вот пройти по ней там 60-70 километров никто из города не ходил. Так что вот в прошлом году мы сделали первопрохождение города Сарово, при Келинде. И сейчас, значит, желающих там... Хорошая, красивая речка, она мне очень понравилась, живописные берега, чем-то маленько, например, на эту нашу Мокшу. Кстати, мы называем Мокшу Великая Саровская река, потому что сколько там туристов не увидишь, это все Саровские. А туристов там очень много летом бывает. Вот что замечательно, вот из твоего рассказа я выудил одну символичную вещь. Раньше тебя, старшие товарищи, научили спортивному туризму, теперь я уже, смотрю, сын увлекся этим делом, да? Дочь. Уже и дочь. Дочь у меня в 12 лет заняла четвертое место в перенесении России по водному туризму. На Байдарках. Первое место заняла, значит, 17-летняя... Ну, Байдарщники, это двое, значит, участников. На первое место заняли 17-летние школьники, мастера спорта по водному туризму, по технике водного туризма. Второе место КМС Мастер спорта. Третье место, я не помню. И четвертое место 12-летняя девчонка и парнишка. Четвертое место. Прекрасно. То есть, ты сейчас наступаешь в роли наставника, и через несколько лет уже твои дети сами будут учить других, более молодых, этому делу. Или уже учат? Уже, наверное, нет. Кстати, опять возвращаемся к Тете Дусе. Значит, у нас Дуся в 90-е годы, в начало 90-х, она решила учить школьников туризму. Ее, значит, взяли в 20-ю школу, педагогу до образования. Потом, значит, это дело очень заразное, как я тебе говорил. Кому-то понравилось в 15-м лице это дело. Она пошла в 15-й лице работать. И где-то в году, наверное, в 2008 году, она говорит, полотенными камнями, обратилась. Я просто, у меня силы, я разрываюсь. Возьми, пожалуйста, 15-й лицей. А я уже занимался детьми, как раз дочку я тренировал на воду. И вот с 2008 года, по нынешний год, меня 15 лицей не отпускает. Прекрасно. То есть, я сейчас тоже там педагогу до образования. Мы даже, у нас был рекорд такой своеобразный. Мы вывели в поход 1125 человек, по-моему, из 15 лицея. Это все классы, это родители, бабушки, дедушки, все классы. У нас вышли в поход. Ну, поход, естественно, здесь, в черте города. Вот мы иногда ворчим и говорим, ну, наша молодежь, компьютерное поколение, их не оторвешь от смартфонов, от компьютеров. Оказывается, не так. Мы зря их критикуем. Они так же, как и мы, занимаются и походами. Ну, не так, как в наше время, естественно. Ну, все равно сейчас, да. Но они продвинутые, сейчас модно говорить так. Да, 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 да. Ну, вот все равно команда, когда уже научишь чему-то ребенка, ему самому это интересно. Кстати, команда нашего лицея, 15-го, два раза выступала на областных соревнованиях. Один раз второе место заняли, один раз первое место заняли. А вот есть ли в нашем городе, в Сарове, перспективы развития спортивного туризма и подъема его на достойную высоту, и что для этого нужно? Ну, значит, мы тоже над этим вопросом занимались, этим вопросом. Значит, у нас разработано несколько маршрутов в черте города. Мы обращались несколько раз в ДМИС, обращались, чтобы хотя бы помогли нам. У нас же, значит, в походы входит норматив ГТО. Мы готовы просто выводить команды наших горожан, начиная от школьников, кончая пенсионерами, в черте города маршруты, однодневные маршруты, ну, может, с одной ночевкой даже можно организовать, хотя бы, чтобы норматив ГТО. Ну, сам, значит, норматив ГТО можно тысячи выводить людей. Мы готовы это делать. То есть, по следам тети Дуси. Да, 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 это идея была тетя Дуси. У нее куча разработанных маршрутов в черте нашего города. Есть очень интересные маршруты. Я вот тоже вожу школьников, они идут с родителями. Ты знаешь, они глаза торачивают. Неужели в черте нашего города можно такие... Оказывается, может. Да, природные памятники и просто сама красота природы. То есть, люди настолько сейчас привыкли сидеть в своих автомобилях, в своих квартирах, когда они выходят на улицу, на природу. Там восторг, ну, особенно у детей. Ну, вот по снаряжению. Ну, опять же, я взял пример за сетю Дуси. Где-то, сейчас не вспомню, в 2013 году. Я потратил где-то в районе 450, может быть, тысяч. Я закупил снаряжение. И вот на этом снаряжении сейчас вот у меня люди ходят в походы. Не коммерческие походы, сразу предъявляю. Это не коммерческие походы. Просто я хочу, чтобы у нас были... Ну, я как представитель федерации, я должен заботиться о проведении своего вида спорта, и чтобы было много молодых. Ну, вот я стараюсь выводить молодежь, чтобы они хотя бы заразились, хотя бы пошли. Ну, есть команды, уже есть такие спортсмены, которые уже ходят там на тройки, на категории сложности. Ну, которые мои ученики, которых я уже научил чему-то. У нас мечта, значит, юг области, Взнесенский район, Дивеевский район, Первомайский район, Ордатовский район. Вот просто, знаешь, проводить совместные мероприятия массовые. Хотя бы, допустим, начать с труслетов. Мы с тобой не сказали о труслетах. Ты прекрасно помнишь нашу протяжку. Когда-то вся поляна, начиная там отъезда и кончая дамбы... Посещена Любовью Яковлевну по Харькову. Да, да, да. Там же сколько палаток. Вся вот эта поляна, она же вся была забита палатками. Даже я помню, я был там тоже с организатором, одним из организаторов, где-то до полутора тысячи человек приходили на эти труслеты. Ну, такое же хотелось бы сделать в нашей области. Естественно, в городе. Нет, там был такой синтез турслета и фестиваля. Фестиваль, да, да. Ну, это праздник был. По опыту Грушинского фестиваля. Да, да, да. Вот этот синтез очень удачный был. И такая мечта возродить. И на самом деле, ты, наверное, попал в десятку, потому что вот назвал районы Югообласти, это же исторический кладезь. А мы мало что знаем о том, что происходило на нашей земле каких-то 50 или 100 лет назад. Мы этого не знаем. Если совместить историю, спортивный туризм, краеведение, это будет очень огромный плюс для всех нас.